По прогнозам синоптиков, на этой неделе снова ожидается снегопад. Поэтому подрядные организации стараются выполнить как можно больше работы до изменения погодных условий. Так, сегодня ночью специалисты расчищали и вывозили снег с проспекта Масленникова, важного поперечника, соединяющего две крупнейшие магистрали – улицу Новосадовую и Московское шоссе. Проспект прилегает к филиалу Третьяковской галереи и в прошлом дорожно-строительном сезоне был отремонтирован комплексно в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Преобразился участок от Новосадовой до Мичурина. Специалистами нашего учреждения осуществляется особый жесткий контроль при содержании данной улицы с целью недопущения подрядчика повреждения покрытия проезжей части, тротуаров, дорожного борта и элементов благоустройства в уличной дорожной сети. Автомобилисты с пониманием отнеслись к просьбам убрать личный транспорт с обочин на время расчистки. Так что на участке беспрепятственно работает снегопогрузчик, который называют «золотые ручки» из-за его специфики. Его задействуют на прямых участках дорог, что обеспечивает непрерывность процесса погрузки снежных масс. Если на других участках снег сначала собирают в кучи и только с помощью ковша грузят в самосвал, то здесь цикл работ максимально сокращен. После формирования валов погрузка в самосвалы происходит автоматически, через транспортер. Таким образом, можно в максимально короткие сроки расчистить целую улицу. К утру на уличной дорожной сети усилили работы на подходах к пешеходным переходам и остановочным площадкам, чтобы горожане могли более комфортно добираться, в том числе до павильонов ожидания городского пассажирского транспорта. Всего за одну смену успели вывести почти 7 тысяч тонн снега. Израсходовали почти 148 тонн противогололедных материалов. Сотрудники муниципального предприятия благоустройства и других подрядных организаций обращаются к автолюбителям с просьбой своевременно освобождать обочины дорог, не оставлять на них машины надолго. Припаркованный транспорт мешает полноценному проведению работ. В ближайшее время планируется задействовать эвакуаторы и перемещать оставленные машины на уже расчищенные площадки. Сейчас формируются списки так называемых подснежников – машин, которые стоят у обочин неделями и даже месяцами. Этим занимаются администрации внутригородских районов совместно с подразделениями ГИБДД. Андрей Горгуленко, Мария Левина, Василий Колдашов. События.